Итак, мы находимся на главной странице глобальной информационной системы по биоразнообразию gbif.org. Если вы наберете в браузере, попадаете на главную страницу данного ресурса. Вы можете перевести на русский язык. Сейчас в данный момент переводится на языки всех стран ООН данный ресурс. И он представляет собой большой массив данных. Эти данные представлены в виде некой сводной статистики. Общее количество записей, более полтора миллиарда набора данных или так называемые датасеты. Организации издателей, которые эти данные публикуют. И также статьи, где использованы пакеты этих данных и которые закреплены дои. В верхней части вы видите основное меню, где наиболее важные акценты я вам расставлю. В основных сведениях вы можете посмотреть, что такое gbif. Далее наиболее полезные вещи. Это особенно для тех, кто планирует создавать некие инструменты и разработки во обеспечении обработки этих данных. Это посмотреть премии для молодых исследователей. Ну и также план развития и стратегию развития глобальной информационной системы. Затем это само сообщество. Можно посмотреть организации. Также молодые организации, которые появились в качестве операторов, издателей данных в данный фонд. И определенные контакты, и дополнительные ссылки в части работы с этим сообществом и натуралистов, и ученых-исследователей, которые эти данные публикуют и заимствуют, обрабатывают. Здесь же есть ссылка с информацией о любительских наблюдениях, когда данные попадают из природной среды через платформу iNaturalist. В инструментах вы как раз увидите инструмент издателей для организаций. Это инструмент издателя IPT-узел. И для пользователей это определенный набор инструментов в части моделирования экологических ниш. Это пакет Maxent, ну и прочие связанные с ГИС-системами и с прочими вопросами моделирования обработки данных. В лаборатории GBIF здесь появляются теперь, буквально как полтора года назад активно влились данные из генбанков. Вы можете найти также все последовательности и образцы, с которых были взяты для исследования в эти лаборатории. Затем очень важная информация о какие типы наборов данных здесь представлены в GBIF. И очень важный момент, как производить цитаты, правила цитирования для последующей обработки данных, когда вы уже формируете список литературы и используете данный пакет. При этом о наборах данных и о дополнительной информации о данном портале рекомендую также перейти на gbif.ru, домен уже наш, где как раз более такая вводная информация о деятельности GPIF, о спецификации Darwin Core, в котором данные хранятся и обрабатываются, ну и прочая полезная информация об организациях, которые в нашем национальном поле зарегистрированы. И также контакты, если вы также планируете стать оператором-издателем, либо другие вопросы технической поддержки, по которым вы можете написать коллегам. Переходим на главную страницу и получить данные, последний подраздел, который дублирует основную строку поиска, где как раз мы видим такие же подразделы о находках. Это как раз тип данных, аккьюренс, подробно о нем почитаете как раз на русскоязычном сайте gbif.ru. Затем найти конкретный таксон, набор данных, то есть датасет, публикуемая организация, перечень самих организаций, в этот подраздел мы заходили, ну и прочие материалы. После статистики идет у нас набор событий, мероприятий, которые связаны непосредственно с деятельностью gbif. И на нижней стороне главной страницы, в подвале, вы видите всю планету Земля и активность. Здесь как бы такие симбиотические сведения в части и активности научных групп и наблюдателей в природе, и в части представленности живых объектов. Потому что, как правило, в окружении своего местоположения ученые-исследователи, а также в экспедиционной доступности, производят данные выгрузки сведений, которые хранятся либо в коллекциях в организации, то есть гербарии, энтомологические коллекции, зоологические коллекции, либо наблюдение в природе, это фотофиксация объекта через платформу iNaturalist. И данные активные зоны, красным, желтым, показано наибольшее количество как встречаемости объектов, так и активности этих научных групп и исследователей природы. И вот эти точки, это, собственно, геопривязки об этих объектах, которые были встречены в природной среде, из-за фотодокументированных, либо использованных в коллекции гербария. Вы можете увидеть здесь активность в наиболее развитых странах и наиболее слабая представленность, либо из-за каких-то природно-климатических условий, как Гренландия, либо пустыня Сахара, либо от слабой активности научных групп и слабой деятельности гражданской науки в части выгрузки по некоторым территориям, по которым у нас есть высокий уровень биоразнообразия, но данных пока мало. Эта проблема приводит к общей проблеме недостатка данных и отсутствия проработанных качественных научных проектов. Итак, теперь переходим к непосредственной работе. Вы можете в главной строке поиска выбрать как вариант поиска какого-то таксона. Набираете любой таксон обязательно на латинском языке, допустим, мятлик. Произведете поиск, он выберет вам все варианты из данных подразделов. Он найдет вам как находки, так и таксономические единицы, так и наборы данных, так и что-то, возможно, связанное с организацией. Либо вы можете напрямую набрать номер, точнее название какой-то коллекции, аббревиатуру, использовать акронима. Вот как, например, LTB, поиск гербария Южно-Сибирского ботанического сада, где вы как раз можете в дальнейшем отследить определенное количество записей, выданное этим оператором, цитирование, ну и также описание датасетов конкретного данного и количество цитирований, то есть востребованность данных пакетов. Возвращаемся на главную страницу. Попробуем произвести поиск наиболее удобным вариантом. Я вам расскажу, как это делается нажатием сразу на раздел «Находки». Здесь открывается слева большой фильтр и справа под раздел «Отображение информации». К примеру, вы ищете конкретный какой-то таксон, либо можете подниматься по иерархии объектов живых, а наоборот с царств, царств животных, растения, грибы, бактерии и так далее ниже. Либо набрать конкретный какой-то вид. Давайте наберем лук. Выбираем единственное законное название. И в данном случае он нам показывает все записи по роду алю и формирует некое таксономическое дерево в части ранжирования объемов данных записей в коллекциях и в природной среде, как можно чаще встречаемые с разных точек географических, либо в разное время. Но в любом случае наличие конкретного гербарного листа, либо наблюдение в природе, набор фотографий с одного объекта представляет собой единицу записи в конкретном таксоне. При этом вы можете также ограничить временной диапазон в части конкретизации сборов за какой-то период. Далее вы можете использовать другие варианты настройки фильтра в части выбора набора данных. Допустим, вас интересует только набор данных Московского государственного университета, либо также возвращаемся в виртуальную гербаре нашего Южно-Сибирского ботанического сада, либо другим образом. При этом вы можете ограничить страны, континенты, время, типы данных. Но при этом еще важный момент. Вы можете ограничить по конкретному местоположению. Выбрав многоугольником определенную территорию, но чтобы сориентироваться, какая вам территория нужна, вы можете здесь переключить раздел карты, увидеть представленность рода Ален на планете Земля. Вы можете произвести сужение своего поиска, выбрав территориально не страну, а конкретную какой-то ботанико-географический выдел, который вам необходим, отобразив этот набор данных, ограничив его неким полигоном, может многоугольником. То есть вы обозначаете какую-то область, которая вас интересует. Здесь достаточно грубо я это делаю, но вас интересует только лишь эти данные. Кроме этого, здесь еще есть вариант ограничения с помощью географической структуры по спецификации GeoJSON, но об этом мы расскажем позднее. Затем таблица общих данных сократилась, когда мы выделили другую территорию, более 5000 записей. Вы можете перейти в галерею и увидеть отображение. Первоначально здесь ретингуется сведения из природы, с платформы iNaturalist. Заходя на каждую конкретную запись, вы по сути переходите в запись таблицы, которая была большой изначально, при отгрузке, вот где я вам говорил, более 5000 наблюдений. И видите автора и правообладателя, потому что все сведения также закрепляются дои и закрепляются за автором. И вам при использовании данной фотографии необходимо будет обязательно учитывать тип лицензии и авторство данного материала. Далее идут здесь по ранжированию ниже вот этого большого массива изображений из природы. Это изображения из гербарных коллекций, если мы говорим в части растений, либо там зоологических и прочих. Затем мы видим саму карту. Можем поменять вариант отображения данных. Полностью настроить вы их можете также с главной страницы. Мы об этом поговорим в самом конце данного ролика. И также вариант отображения некого таксономического анализа, в котором предложена система данного рода с количеством видов. И вы можете тем самым перейти на конкретный вид, нажав на данном счетчике цифру. И он вам теперь покажет только алюм холтаику. И тем самым сократится количество записей, 209 результатов. И сама карта, конечно, изменит вид. Кроме таксономии, давайте вернемся сейчас обратно к всему роду, чтобы было более показательно посмотреть в разделе общие метрики. Из данного полигона, который мы тоже также можем отключить, убрав эту территорию, в данном случае опять 639 тысяч с половиной данных. И в метриках мы видим фенологию, то есть когда собирали данный вид или фиксировали в природе наблюдение, какой датой. И наиболее полезная информация, кроме той, что у нас есть глубина самих образцов, то есть по сути вот эти сведения первоначальные, это гербарные коллекции, а вот эти всплески, это последние годы оцифровки этих коллекций и наблюдений в природе. То есть, как вы видите, рост идет по экспоненте и так практически с каждым таксоном. И здесь вы видите самое важное, это операторы данных, которые выдали эти сведения. И здесь вы можете, как мы вот сокращали о сведениях о наборах данных, вот они дублируются, и вы можете ограничить каким-то либо, либо произвести анализ статистику, где хранится данный материал, в какие коллекции вам необходимо съездить, чтобы посмотреть очно этот материал. Либо вы можете использовать это, когда выгружаете данные, и вам необходимы сведения только из гербарных коллекций, либо только сведения из, допустим, природной обстановки, использовав iNaturalist. iNaturalist, вот ограничиваем здесь запись, слева, и у нас остается только лишь записи вот с этой платформы, с природной среды. Вот как раз то, о чем мы говорили, о рост наблюдений из природы. Убираем его, оставляем только гербарные коллекции, к примеру, которые вы обрабатывали, которые вы визуально наблюдали, и в которых вы уверены. И после данных предварительных обработок, либо сужения территории, либо выбора конкретного таксона, вы переходите к разделу «Загрузить». Здесь необходима ваша регистрация, конечно. Либо вы можете использовать аккаунт Google, либо Facebook, но в любом случае, произведя регистрацию на ту почту, с которой вы регистрировались, будет приходить пакет данных, который вы выгружаете, либо в формате CSV, либо архив Darwin Core. Выгрузив данные и сведения, вы можете открывать их в Excel, как раз они будут разбиты по столбцам, наименование которых соответствует спецификации Darwin Core. И оставив необходимые вам, к примеру, названия таксона, либо и дополнительно координаты, сведения о координатах, вы можете данные использовать в собственных GIS-приложениях, строить карты и использовать в дальнейшей работе обработки. Это основные сведения, по которым вы можете произвести поиск данных, выгрузить эти данные и в дальнейшем их использовать. Далее возвращаемся мы на главную страницу, попробуем также ввести поиск алюм, как таксона. И вот видите, из всех разделов могут быть выбраны конкретные датасеты, которые занимаются вот данной проблематикой, данным таксоном. Какие-то сведения вот в части разработок молодых исследователей для обеспечения функционирования GBIF либо создания нового инструментария. Что-то было связано с родом алюм, то есть это цитата из контекста вот данной записи выбрана. Есть специализированный какой-то софт, который позволяет работать, возможно, с этим родом. Но здесь дополнительно много различных сведений. Если вы хотите конкретно к таксону, то переходите лучше сразу к виду и по сути попадаете в этот фильтр, в котором мы с вами работали. При этом вернусь к русскоязычному ресурсу по GBIF. Рекомендую вам обратить внимание, если мы говорим в целом по обзору типов данных, которые находятся в GBIF. В данном разделе вы обязательно посмотрите пункт «Как публиковать данные в GBIF» и посмотрите, какие типы данных загружаются, а точнее те типы данных, которые вам будут интересны. Здесь распространено четыре типа данных. Подробно о каждом из них вы можете ознакомиться вот на данном ресурсе в данном подразделе. И здесь также ссылка, если вы хотите заранее погрузиться в эту спецификацию Darwin Core, в котором работают все эти типы данных. Мы же рассматривали по данному примеру таксона Allium тип данных с информацией об отдельном местонахождении данного таксона. Но какие варианты есть другие, вы можете ознакомиться сами в последующем подробном. И обязательно нужно вернуться к типу отображения карты. Та карта, которую вы настроите на главной странице в дальнейшем будет использована в разделе в фильтре по конкретному таксону. Вы можете здесь выбрать вариант отображения тот, который вам более будет приемлем. Но когда мы ограничим конкретным видом соответственно карта будет выглядеть по-другому. Продолжение следует...